Сегодня в поселке Пригородный местные жители вышли на пикет. Таким образом, они решили обратить на себя внимание губернатора Юрия Берга. Напомним, все дело в высоком заборе, который установила строительная компания Оренсал на одной из улиц поселка. Людям преграда не просто мешает, она заградила проезд к задним дворам частных домов. Это настоящая куча жопщина! Вот, людей сталкиваются! Эти люди – жители частных домов на улице Осенняя, поселка Пригородный. Они говорят, что выйти на пикет их заставила безысходность. По-другому обратить на себя внимание областной власти у них не получается. У этих людей частные дома, в каждом есть передние и задние дворы. Многие ведут хозяйство, разводят скотину, поэтому подъезд к задним дворам людям необходим. Это необходимо и по пожарной безопасности. Дело в том, что землю возле частных домов на улице Осенней выкупила под строительство нового жилого комплекса компания Оренсал. Причем эту территорию местная администрация продала вместе с дорогой. В результате чего сегодня улица, ведущая к жилым домам, принадлежит частным лицам. Новые собственники начали огораживать свою землю и ставить забор почти вплотную к участкам людей. Местные жители стали возмущаться и возведение забора временно приостановили. Люди требуют, чтобы забор перенесли от их дворов на расстояние минимум 11 метров, чтобы был нормальный проезд. Собственник ставит забор по границе своего участка. Вы сами почему не было согласования границ? Люд на сегодня разбирательства. Обнадеживают, что возведение забора строительная компания пока не продолжает и идет на контакт, говорят местные жители. Некоторые понимания мы стали находить в том плане, что они объясняют, что нам продали в таком виде землю. Но тем не менее, мы тоже хотим выстраивать соседские отношения и не хотим уходить с этой территории, как-то и ухранять будем. Есть какой-то шаг в плюс, но пока компромиссы мы не смогли найти. Сразу после пикета обращение с подписями от жителей пригородного отнесли к губернатору. Последняя надежда у людей только на него. Люди очень рассчитывают, что после его вмешательства дорога вновь станет собственностью сельсовета, а значит и забор уберут.